Когда я говорю о 10 причинах, вы прекрасно понимаете, что я, да, это подогнал в определенной мере к цифре 10. Конечно же их больше. Но я сейчас буду говорить о самых главных причинах, которые создают в нашем организме определенные возможности для развития патогенных формирований, да, формирований микроорганизмов, которые съедают нас. Или съедают, или строятся, если построились, значит там тромбы, значит всевозможные, так сказать, изменения, да. Вот что-то в эту машину попадает и разлагает ее изнутри, жрет ее, не дает возможности течь крови по сосудам. Итак, 10 причин возникновения заболеваний, то есть возможностей для развития этой патогенной флоры, не важно, это может быть флора, это может быть фауна, это может быть что угодно, потому что они достаточно агрессивные и достаточно умные. Итак, первое, я подготовился, плохая наследственность, что такое плохая наследственность, я конечно по каждому пункту буду делать отдельно, понятно, потому что я могу говорить часами по каждому пункту. Плохая наследственность, это говорит о том, что околоплодные воды и опять же флора и фауна матери была такая, что ребенок уже нахватался, это прямо находясь в утробе, понимаете, да. То есть получили какой-то уже заряд своей, там не важно чего, гладила много кошек, предположим, таксоплазма, еще что-то, трихоманс, это не суть важно, да, но уже ребенок родился такой, да. К этому, конечно, можно было бы присовокупить мои проблемы в роддоме, но я этого не писал, сейчас уже в роддомах вроде бы нормально, со мной было хуже, да, все дети умерли, один я, золотистый стафилококк, перфигус и так далее, и так далее, пузырчатка. Но мы это не берем. Итак, первый пункт, это плохая наследственность, это все мои мысли, это то, что я думаю, я это нигде не вычитываю, это я беру из своего понимания, из своего опыта. Второе, как я считаю, слабая иммунная система, ну понятно, она слабая, есть сильные животные, есть слабые животные. Количество людей на планете живет, в спарте больных детей убивали, понятно, мы гуманное общество, соответственно, два больных рожают, третьего не могут родить здорового, это исключено просто-напросто, и соответственно, мы имеем слабую иммунную систему. Итак, это был номер 2, второй, третий. Присутствие домашних животных, уже когда ребенок вот родился, я делаю очень серьезный акцент на этом. Это облизывание с кошечками, лазить со щеночками, понятно, это все приятно, гламурно, но однако это создает, просто-напросто вы укорачиваете своему ребенку жизнь, ну и соответственно, он хватает, потому что иммунная система животных совершенно другая, у них гораздо более четкая, гораздо более ясная и реагирующая на всевозможную патогенную флору. Там и желудочно-кишечный тракт у животных совершенно другой. Четвертое, постоянное нахождение в коллективе, когда вы уже выросли, да, это армия, которая подкосила мне тоже здоровье, потому что один кашлянул, другой еще что-то, третий, легочный больной его пропустили и так далее, и так далее, да. Вот это все, когда вы находитесь рядом с народом, рядом с людьми, в коллективе, я понимаю, что это все сложно, все хотят находиться в коллективе, однако, маемо, как говорят у нас на Украине, то, что маемо. Следующее, присутствие дома раковых больных или просто больных. То есть, если мы имеем, предположим, брата и сестру с туберкулезом, ну, трудно представлять себе, что кто-то не нахватается от того же туберкулеза, да, или еще что-то, или еще что-то. А если дома лежит постоянно раковый больной, который распространяет эти все раковые клетки, и, соответственно, эти все микроорганизмы, которые уже там накачали мышцы себе и стали... Покрепче меня, во всяком случае. Шестое, мертвая пища, отсутствие органической пищи, организму нужна органическая пища, клетке нужна органика, а то, что не органика, это коагулированный белок, коагулированный, чуть не сказал, желток, я имею в виду коагулированные любые продукты, отдельно буду делать. Пишите, пожалуйста, в комментариях в фейсбуке, я буду делать по каждому то, что заинтересует, по теме я буду. Консультировать я не консультирую, но буду это самое. Следующее. Работа, конечно, на вредных предприятиях. Я за свою жизнь видел такое, что на голову не одевается. В Израиле, например, видел, как один из моих знакомых просто-напросто черпал каким-то черпаком, кругом пыль какая-то шла, а там было написано, что один миллиграмм убивает полдеревни, а он это все дышал. Я говорю, а как ты этим дышишь? Он говорит, ну, у меня жена, теща и трое детей. Ну, в общем, люди такой народ, сами понимаете, да? Восьмое. Хейтерам все встать и выйти, блять, от камеры. Беспорядочная половая жизнь, смена партнеров. Безусловно, конечно. Конечно, все, что попадает к нам, в организм, оно через половую сферу, извините меня, но очень конкретно попадает. Если, предположим, там кто-то кашлянул, оно, предположим, еще там что-то снеслось, ветер кочек, то уже то, что половые контакты где-то там что-то облизывали, да? Да, промолчу. Девятое. Удаление аппендицита, гландов, аденоидов. Потому что все это, конечно, играет определенную роль, все оно барьерное, а так нету аденоидов, нету гландов, все быстрее попадает. Отдельную тему сделаю, если кого-то будет интересовать. И десятое. Повышенная эмоциональность, повышенная нервозность, принятие все на себя, нервы, стрессы, плохое состояние нервной системы, ослабленность, соответственно, потому что если мы нервничаем, по себе знаю. Нервничаем, все, иммунная система садится. Вот сегодня я вам предоставил на вскидку, все это я написал где-то, может быть, минут за 10, на вскидку 10. Хотя я думаю, что я бы это мог растянуть и на 30. И все это влияет. Вот делайте выводы, почему нету этого здоровья. Вот делайте выводы, почему вы к 40, к 50 годам никакие. Вот делайте выводы, почему у вас теряется тяга к жизни. А у меня на седьмом десятке эта тяга есть. И спасибо большое Насте, которая вот 500-е видео делает. Я ее хочу поздравить, что 500-е было предыдущее, но большое ей спасибо. И вам большое спасибо, что вы смотрите меня. И постарайтесь взять что-то у меня ценное для вас. На сегодня все.